Всем привет! Меня зовут Свердлана Никитчук и вы на моем YouTube канале. Уже более трех тысяч девушек и женщин прошли мою программу похудения и достигли невероятных результатов, изменив свое тело и жизнь к лучшему. Здесь вы найдете рецепты, тренировки, прямые эфиры, которые помогут вам разобраться в теме похудения. И уже сегодня вы начнете самостоятельно делать шаги в сторону изменения своего тела и жизни к лучшему. Подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы получить первыми уведомления о новых публикациях. Моему курсу «Ешь чуть худей» уже два года и за это время прошло более 16 потоков. Буквально 23 сентября стартует 17 поток и очень много результатов, действительно крутых результатов достигли мои участницы. И сегодня будет интервью с одной из них, которая поделится, как она проходила курс, что ее толкнуло на решительные действия, с какими сложностями столкнулась и, конечно же, как снижение веса изменило ее жизнь. Приятного вам просмотра и вдохновения. Светик, привет. Рада тебя видеть очень. Я тоже очень рада видеть. Светик, расскажи немножко о себе. Сколько лет, откуда ты? Потому что будет, конечно, очень интересно нашим зрителям узнать тебе побольше, потому что я уверена, что увидят многие из твоего города, из вашей области. И пусть гордятся, что у них есть такая землячка. Да, я из республики Коми, столица республики, город Сыктывкар. Мне 41 год, хотел сказать 38. И республика наша большая, и очень много единомышленников у меня здесь. Я это поняла по проекту, это так и есть. Мы с тобой познакомились на третьем потоке, это был какой, 18-й год, мне кажется, февраль, конец февраля, да? Нет, начало февраля, начало февраля, точно. Мы с тобой вот как раз не познакомились, а мы с тобой начали работать на этом курсе. Познакомились мы с тобой в конце 2000... Мы познакомились 24 октября 2017 года. Слушай, ты так запомнила даже дату? Да. Пусть так где-то... Слушай, вообще. И я прям коротко так расскажу, что мы познакомились на прямом эфире, это были прям мои первые эфиры в Инстаграм. Еще тогда было очень мало зрителей у меня, ну там было до 20, наверное, вот так вот. И я помню, как кто-то из зрительниц написала, что... А я похудела быстро... На сколько ты написала? На 10 килограмм. На 10 килограмм за месяц. Вот. И я понимаю, что зрительница ждет прям, чтобы мне сказала, вау, круто, какая ты, молодец. А я понимаю, что, ну это неправильно. Понятно, что, с одной стороны, это, конечно, большой труд, человек вложил большой труд и старался, и делал. А с другой стороны, вот похвалить сейчас ее за это, это дать стимул другим повторить этот подвиг. И я говорю, ну это очень, это очень на самом деле серьезно, это очень плохо, говорю, и давайте мы с вами созвонимся на консультации бесплатной. И тогда еще у меня была возможность и было время проводить бесплатные консультации. Вот. И я прям помню, что, как я готовилась даже к нашей консультации, думаю, вот человек, который столько сбросил веса уже, набрал, сбросил, набрал, сбросил, думаю, сейчас вот рассказывать о принципах здорового питания, это, знаешь, как, ну, как говорят, плевать во время ветра. Думаю, ну уже просто очень тяжело достучаться, очень тяжело. И я была настолько удивлена, что ты меня услышала в тот момент. Я говорю, я просто столько общалась с женщинами, и они обычно говорят, ну, говорите, говорите, вы мне не мешаете. А ты меня услышала. И вот это, ну, реально была очень крутая консультация, прям запомнила. Я еще тогда жила в России, и с этого у нас с тобой началось, в принципе, знакомство. А на тот момент, когда мы с тобой, вот именно на момент консультации, когда, какой у тебя был вес тогда? На тот момент у меня был вес 130 килограмм, вот, и я, конечно, была обескуражена тем, что вот эти качели, которые длились на протяжении многих лет, то плюс, то минус, и мое геройство там за месяц сбросить 10 килограмм, я испугалась, что больше этого не повторится, и мой вес вернется, как ты сказала, он может вернется и перерасти вот ту планку, которая была у меня максимальная. Я очень испугалась. А максимальный вес какой был? Максимальный вес у меня был 158 килограмм. Сейчас, глядя на тебя, вот, реально верю. Просто говори, если я не знала твои фотографии, то я выступала, ну, просто не может быть. Светика, расскажи вот историю набора весны. Как это случилось? Это было сразу, ты была склонна к набору, знаешь, не бывает, детки уже полные, потом школа и так далее. Или это был какой-то период, когда вот так случилось? Ну, сколько я себя помню, я всегда была полной. Если бы раньше меня спросили, почему я бы сослалась на генетику, то сейчас, конечно же, я понимаю, что я просто много ела и без разбора. Вот, от разговоров о похудении там я всячески убегала, вот, я не хотела слышать, я не принимала эту проблему, вот, до тех пор, пока, ну, жизнь не преподнесла волшебный пендель. Это первое здоровье, у меня было защемление седалищного нерва, и мне нужно было обследовать, и меня не могли обследовать, потому что весом 158 килограмм я просто не влезала в аппарат, вот. И поэтому мне нужно, ну, другого выхода не было, мне нужно было худеть. И, конечно же, вторая проблема, которая вытекала из первой, потому что я не могла ходить, я была на продолжительных больничных, вот, работодатель мне, конечно же, сказал, чтобы я приводила себя в порядок, вот, и дал мне небольшой срок, вот. Вот, и в связи с этим я начала очень быстро худеть, чтобы доказать свою трудоспособность, вот, и я стала худеть по методике Барменталя. Я ела всего 700 калорий, ела куриную грудку и много-много-много овощей, при этом очень-очень много двигалась, занималась спортом 4 раза в неделю, вот. Вот, даже дома умудрялась бегать по комнатам, если я чего-то там недовыполняла, вот. И за полгода я похудела на 50 килограмм. Это, конечно же, меня окрылило, я была очень счастливая, потому что весе 108 килограмм я, ну, долгое время не была, потому что со школы выпускалась весом в 95 килограмм, вот. Вот, и меня это очень так вдохновило, вот. А потом я почему-то постоянно набирала и не знала причину, почему я набираю. И потом снова там в стране, если поставлю себе цель, я снова урезала свой рацион до 700 калорий, снова села на грудку. А если ты сработала, то ты уже шла по этому пути постоянно, да? Я 7 лет шла по этому пути. Вот с 2011 года, с 1 июня 2011 года я начала стройнеть. Вот, в ноябре мой вес 11-го составлял уже 108 килограмм, то есть минус 50 килограмм. Вот, и потом периодически там где-то полгода я удерживала и снова возвращала на килограмм 20 плюсом. Потом снова я понимала, значит, проблематику. Я снова садилась на 700 калорий и снова, значит, стройнела на эти 10, иногда 15, до 108. Потом, кстати, я очень редко доходила. То есть у меня всё равно прибавка в весе была всё выше и выше от той начальной. Слушай, а когда мы с тобой тогда пообщались, ты, по-моему, перешла... А, точно, ты попала на бесплатный марафон, верно? Да, я за активность в бесплатном марафоне получила подарок. Это курс «Ешь, учись худей». Это, наверное, самый дорогой подарок в моей жизни, который когда-либо был. Вот, и я на тот момент уже к этому курсу, я, кстати, уже похудела на 15 килограмм. У меня уже был результат. Вот, и, значит, курс, конечно же, очень много мне дал. Это правильные привычки, это умение считать свой рацион к БЖУ в зависимости от параметров веса. Вот, и, конечно же, до и после фотографии там не было виденого эффекта. Вот, потому что, ну, тело, понятно, было после стольки килограмма, но не совсем в порядке. Вот, но я чуть было не опустила руки, когда увидела фотографии до и после. А я скажу, что у меня тогда просто на тот момент дизайнер делал эти фотографии в специальной программе, то есть она ставила до-после, мы потом делали голосование, и она перепутала до и после. Результат был крутой, но вот у видимого результата было тяжело вот его увидеть. Он был на весах, но вот внешне было его тяжело увидеть, и она его перепутала. Я помню, как ты расстроилась, как я расстроилась сильно. И я прям, ну, для меня тоже это был прям ужасный такой момент. И, ну, исправить прям уже, понятно, всё равно уже сам момент уже был такой неприятный. Вот, ну да, вот было это такое у нас. Но ты не опустила руки. Я не опустила руки, потому что вот эти правильные привычки, которые во время курса сформировались, столько знаний полученных было, да. То есть отступать назад только потому, что дизайнер перепутал фотографии, и на весах я видела всё-таки минус. Вот, и потихонечку уходили объёмы. Я просто пошла дальше. Светик, знаешь, я, кстати, сейчас вспомнила о том, я, наверное, за все, на данный момент, 16 потоков, я не помню ни одного, ни одну участницу, которая так прививала привычки, как ты и к себе. Причём не было ни одного дня, чтобы вот Света пропустила день там с планкой, с приседаниями, тогда мы ещё делали это всё. Были мини-тренировки, были макси-тренировки. И вот эти мини-тренировки, вот я говорю сейчас просто всем, кто нас будет смотреть, Света могла сделать даже в поезде, даже на остановке зимой, просто на остановке она могла начать приседать. Я говорю, вот знаешь, вот такой вот силе воли, такой просто можно реально позавидовать. И сейчас, кстати, вот ты сказала, научилась считать кабыжу, и кто-то думает, ё-моё, это тоже опять считать эти калории. Вот скажи, насколько тебе это сложно далось? И вот действительно ли сложно худеть на подсчёте калорий, белков, жиров, углеводов? Вот разница, знаешь, когда, допустим, ты раньше худела, ничего не считала, может быть, и вот сейчас. Потому что многих пугает сам момент подсчёта. Уже думают, что они ходят целый день с калькулятором, смотрят там каждую этикетку, и вот это всё, считается, и это очень тяжело. Ну, пересчёт калорий делается, я делаю где-то раз в два месяца, то есть в зависимости от своих параметров. То есть существует формула, которая за несколько минут буквально рассчитывается, за несколько секунд она рассчитывается, и всё, и это оставляется. А дальше каждый день, да, это, конечно же, весы там кухонные, без которых просто там не обойтись, да, это дело привычки. И если я раньше готовила три часа, да, то сейчас я готовлю 40 минут на три дня вперёд. То есть это на самом деле всё так просто, и ничего сложного в этом нет. Если моё окружение, мои коллеги раньше тоже этого боялись и пугались, то сейчас они делают то же самое, и при этом они действительно понимают и поддерживают меня. Действительно, Свет, это так просто. Это просто взвесить один раз в воскресный день, взвесить всё, быстро всё приготовить на три дня вперёд, и спокойно, как бы, стройнеть с удовольствием. Да. А скажи, что тебе давалось тяжело на курсе? Что тебе было тяжко? Тяжко — это фотографии до и после. Я понимала, что я должна там их выложить, я должна сфотографировать. У меня на съёмке уходило очень много времени. Я очень переживала. Боже, вот я вот такая большая, а там столько стройных и красивых, которые совершенствуют свою фигуру. Ну, потом, мой принцип — нужно стройнить так, как будто тебя никто не видит. Он до сих пор в моей жизни присутствует, поэтому я на остановке приседаю, в поезде стою, в планке, на пляже, ну, везде, где я ни находилась. Я просто стройнее иду к цели так, как будто меня никто не видит. И всем советую делать точно так же. Класс. Я, кстати, скажу, что фото, да и после, я часто пожила мне абсолютно. Я говорю, что кто-то делает, кто-то не делает. Я просто говорю даже, делайте для себя, потому что сколько, вот даже сегодня утром в марафоне, да, девочка писала, говорит, как жалко, что я не сделала фото в начале своего похудения. Потому что те, кто, ну, понятно, что когда ты не нравишься себе, когда ты в лишнем весе, ты не фотографируешься. И мне тоже жалко, что у меня очень мало фото, очень мало фото. И мне кажется, только одно видео, где я в 90 килограмм, потому что я тоже говорила, отверните камеру, меня не фотографировать. Я не хотела даже смотреть на это все. А потом, конечно, для истории, думаешь, блин, жалко, что не было. Вот реально жалко. Да, я очень рада, что я, несмотря ни на что, делала эти фотографии. Причем я, на самом деле, всегда любила фотографироваться. Вот, и вот мои сейчас бомбические фото до и после, вот, фотошоки, я их называю для себя, они, конечно же, дорогого стоят, и есть чем сравнить, и повесить на холодильник. Это как, я не знаю, отворот от обжорства. Вот, они, конечно же, дорогого стоят. Поэтому я всегда любила фотографироваться, просто я в неглижении фотографировалась. Сколько вешу? Вешу я сейчас 82 килограмма. Значит, у меня цель была до конца прошлого года весить 80 килограмм. Я ее достигла в прошлом году, и сейчас я, в принципе, ее удерживала. И вот сейчас была в отпуске, я немножко набрала, и поэтому я вот снова как бы возвращаюсь к этой цифре. И у меня есть целых 5 месяцев, чтобы сбросить 12 килограмм, чтобы достичь цели 70 килограмм, которую я ставила по смарту в конце прошлого года. И здорово, что нас на курсе научили по смарту ставить цели, мотивировать себя. Это, кстати, дорогого стоит, потому что если у тебя не будут цели, не будут целей промежуточных, реальных, ты просто не достигнешь вот той цели, которую ты для себя поставила. И это одно из самых ценных, кстати, на курсе, вот даже больше, чем считать, научиться считать калории, взвешивать все по утрам. А вот ставить себе цели и достигать их, это вот одно из самых важных достижений, вот на курсе, который я прошла. Я шучусь, худей, с момента которого прошло уже полтора года. Я тебе представляю, что ты сейчас весишь меньше, чем в один сентябре. Да, я в таком весе себя не помню. А что будет в 70 килограмм, я даже не представляю. Я точно знаю, что... Многие говорят, что мне уже не нужно, что и так все отлично, и там приписывают мне анорексию. Я понимаю, над чем работать. Мне лучше знать, что мне нужно. И, к счастью, у меня есть диетолог, вот такой, как ты, профессионал, которому я могу довериться в любое время и снова встать на нужный путь. Смотри, у нас тут получается... Ну, это ты без меня сделала большой кусок работы, потом мы вместе. Всего у тебя получается 50 плюс 18. Правильно? 50, да 150 и еще 18. Ты сейчас сбросил. Считайте же. В общем, 78 килограмм у меня общий сброс веса получается, а с тобой 48 килограмм. 78 килограмм. Светик, это просто, это просто вообще. Это целый человек, да, и в объемах у меня ушло метр двадцать сантиметров. Это если со всех участков метр двадцать. Светик, а скажи, а что у тебя изменилось в жизни вот после вот этих 78 килограмм? Вот вообще полностью. Не просто, знаешь, касаемо, конечно, и здоровья, и личной жизни. Вот просто иногда люди думают, что похудеть, это, ну просто, ну похудеть, ну буду красивее, ну юбку меньше одену, джинсы другие одену. И все. Они не смотрят, насколько похудение меняет жизнь. Вот насколько твоя жизнь поменяла твоё похудение. Ну, понимаешь, наверное, только большому, очень большому человеку понятно, что такое весить вот сейчас в таком весе. Потому что только я знаю, что такое отёкшие ноги, что такое поднявшись на первый этаж испытывать ужасную отдышку, что такое ездить по командировкам со стульчиком, потому что ты просто не можешь залезть в газель. Это элементарные вещи, которые ты просто не можешь сделать. То есть это одевать одежду 70-го размера, одевать то, что тебе просто налезло. Вот. А сейчас, а сейчас это же совершенно другие ощущения. Это такая, это лёгкость, уверенность, это возможность ходить в брендовые магазины и покупать ту одежду, которую ты хочешь. Это на седьмой этаж подниматься без отдышки. Это столько возможностей. Это восхищённые взгляды окружающих. Это влюблённый взгляд любимого человека, который вдохновил отчасти меня на вот этот путь, очередной путь, но правильный путь. Каждый раз, когда мы встречаемся, мы снова влюбляемся друг в друга, потому что я каждый раз новая и таю на его глазах, и он меня поддерживает, контролирует, хожу ли я в спортзал, вот, всё ли у меня в порядке. А вот эта поддержка, она стоит, конечно же, дорогого. Поддержка моих родителей. Раньше они пугались вот моего вот этого увлечения, да, и в любом случае сейчас они меня поддерживают, и мама тоже вместе со мной сторонеет, тоже похудела в своём возрасте на 8 килограмм. Это менять взгляд окружающих, целого города, целой страны. Они на тебя смотрят, и я этим вдохновляюсь, я черпаюсь эту энергетику, я становлюсь уверенней. И нет у меня, конечно же, маниакальной цели там весить 60 килограмм, да, абсолютно нет. Вот я хочу достичь веса 70 килограмм и совершенствовать потом своё тело, потому что я понимаю, что после 158, у меня не было никаких подтяжек, сразу скажу. Я ничего не урезала, не обрезала свой желудок. Здесь просто качественный подход к своему вот питанию, там, да, правильные привычки, массаж регулярный, который я делаю раз в квартал. Это уходовая косметика, это постоянные какие-то уходовые домашние процедуры. То есть вот только в комплексе можно получить такой результат. И вот это всё даёт уверенность в том, что у тебя всё получится. На меня смотрит вся страна, у меня очень много последователей. Со мной стройнеет там весь город, мои коллеги, мы всей компанией стройнеем. И у нас даже есть на работе корпоративные весы. И я каждому благодарна за то, что они со мной. И ещё много-много-много людей, я знаю, присоединиться к нам. Вот. И, наверное, моя миссия – это вдохновлять. Вот. На сегодняшний момент. Смотри, Светлана, вот ты подключила питание, внешнюю, вот, косметику. Сейчас уже тренировки. До этого были тренировки только дома. Насколько у тебя вырос бюджет? Вот в плане, больше ли ты стала сейчас на себя тратить? Дорого ли тебе обходиться, приводить себя в порядок? Ну, знаешь, просто многие боятся того, что там бюджет вырастет очень сильно. То есть надо будет что-то там особое дорогое есть. Или там массажи – это дорого. То есть насколько дорого тебе обходится сейчас твоя красота и здоровье? Я, конечно, не смотрела ни за чем, ни за едой, когда вот не было правильного питания в твоей жизни. Мне кажется, с каждым днём это всё дешевле и дешевле. В каком плане? Во-первых, вот всё, что есть у тебя в холодильнике, ты же закупаешь, да, определённое там количество продуктов, и тебе хватает на самом деле этого надолго, потому что ты же взвешиваешь всё, как бы, да. Поэтому, ну, я не знаю, я куплю раз, наверное, в два месяца продукты, которых мне, в принципе, хватает. Ну, за исключением там бородинского хлеба, там лаваша, который мы постоянно покупаем, да. А так всё всегда есть в холодильнике. И там каждый марафон, который я там начинаю, когда список продуктов появляется, я понимаю, что у меня это уже всё есть, и мне вообще тратиться не нужно. Сейчас я, честно, только трачу деньги на хлеб, на лаваш, и то раз в три дня получается. То есть это абсолютно недорого, как многие думают. Конечно же, это не макароны, которые ты там отваришь, там, да, с тушёнкой там сделаешь, либо пельмени сваришь. Понятно, это совершенно другой подход. Вот, поэтому сейчас вот стройнеть, вот всё, когда уже купишь, там, есть весы, всё-всё-всё есть, да, то сейчас вот всё дешевле и дешевле. Я бы сейчас сказала, что уже бесплатно всё получается в плане еды. Что касается массажа, это, конечно, удовольствие не из дешёвых. Вот, но я делаю массажи целенаправленные, там, это либо лимфодренажные, либо по методике Ермолаева. То есть массажи, которые действительно приведут к какому-то результату. С ингибитором жира я делала массаж. То есть я очень много методик массажа испытывала. К счастью, у меня есть замечательный массажер в городе, которого я всем рекомендую. И я получаю колоссальные результаты после вот этих сеансов. И никакие деньги не стоят того, над чем ты работаешь. То есть если есть цель, то можно вот достичь и не так дорого. Ну, питание, я ещё раз говорю, это вообще. Просто все продукты, которые ты даёшь, они абсолютно доступные. Блюда элементарные. Это такой конструктор, который можно менять. И ты смотришь в свой холодильник, ага, я сделаю то, то, то. То есть ты уже всё понимаешь, у тебя конструктор в голове абсолютно всё разложено по полочкам. И я не знаю, чего там нужно докупать. То есть я реально, я вот два месяца, я ничего не докупаю. Я вот всё, что есть у меня в холодильнике, я это беру и делаю, потому что все блюда, всё меню, которое ты научила составлять, оно как конструктор. Ты просто понимаешь, как ты готовишь. То есть ты знаешь, что утром у тебя углеводы, в обед у тебя углеводы и мясо, мой полдник и дальше отсутствие углеводов, мяса и овощи. То есть всё очень просто и всё это в холодильнике есть. Я не скажу, что это дорого. Тренировки, тренировки тоже доступны. Я считаю, что если есть цель, то ты не считаешь деньги. Ну реально, сейчас я скажу, что устранить это просто и не затратно. Главное подготовиться к этому процессу, сделать этот шаг. Как будто наш аппетит приходит во время еды. Потому что, смотри, мы с тобой начинали, это были только тренировки. И помнишь, даже не тренировки, а только мини-тренировки. Тренировки ты не могла делать. Я как-то от спорта немножко это. Не сильно тебя тянуло в него. Ну и понятно, это нормально было. Да я и сильно сама не втягивалась в него. Мне, если честно, и сейчас спорт даётся непросто. Вот реально, мне просто сесть на систему питания. Сесть на систему питания. И, в общем-то, я просто понимаю, что сейчас, если я не подключу спорт, то просто всё обвиснет, кожа обвиснет. А я не хочу сейчас, кожа меня слушается. И я очень рада. Мне нужно просто ей помочь сейчас. И внешний уход у тебя был сначала домашний, да? Ты делала домашние массажи. Я делала домашние массажи с помощью щётки, вот, с помощью скрабов. То есть делала домашние массажи. Но я скажу сразу, что я, как только курс закончила, сразу потом приступила к массажу. Когда я увидела эти фото, до и после, когда дизайнер не увидел разницы, я подумала, что сейчас система питания – это это. То есть сейчас будут следующие марафоны курсы, я должна уже с помощью массажа своё тело скульптурировать, да? И я потом уже поспокойнее буду эти фото до и после выкладывать. Поэтому я пошла на массаж, и теперь я делаю его постоянно. Светик, ещё знаешь, такой вопрос. Ты прошла, считай, уже такой длинный путь. Считаю, у тебя было 7 лет, ты сидела на 700 калорий, там, периодически, да? Потом полтора года мы с тобой. Это уже, ну, прям, мне кажется, очень длинный путь, да? Лет 10 точно ты ходишь. Ну, примерно. Да. А как ты вот за это время не потеряла мотивацию? Вот что тебя подпитывает, твою мотивацию, чтобы не опускались руки? То есть, ну, такой длинный путь идти, особенно сейчас, если раньше там ты срывалась и откатывалась назад, то сейчас у тебя нет ни срывов, ни откатов назад. И каждый раз, когда мы с тобой там списываемся, я только вижу, что каждый раз ты идёшь дальше. То есть, ну, нету такого, ой, свет, всё, наела 10 назад. То есть, нету этого. А что тебя подпитывает? Что, где ты черпаешь такую силу воли и мотивацию? Ну, подпитывает меня, первое, это состояние влюблённости. Молодой человек, который младше меня на 5 лет. И я просто хочу выглядеть моложе, красивее. Вот, это первое. Второе, это, конечно же, моя публичность. То есть, публичность, если раньше я была знакома только в Сыктывкаре моим, вот, да, знали мою историю преображения, то сейчас за мной следит уже весь мир благодаря тебе. Вот, это тоже очень важно. Я себя, наверное, чувствую как учитель, наставник, который не может просто сейчас сделать шаг назад. Вот, и, конечно же, это здоровье. Я вижу перемены в нём, да, я вижу по анализам, по обследованиям, да, что это и нормализация сахара в крови, там, это и давление, которое сейчас в норме, там, 120 на 80, а раньше 180 на 120 это было нормой, да, и зашкаливало за 260. То есть, здоровье это… Ну, вот, я его почему-то поставила на третье место, конечно, оно в приоритете. Вот, но если вот говорить о вдохновлённости, то, конечно же, это любимый человек, который меня вдохновляет, вот, в первую очередь, а вот потом получается всё остальное. Друзья, что бы ты сказала тем, кто сейчас нас смотрит и, возможно, находится в такой же ситуации, в которой мы с тобой когда-то побывали, да, когда ты недоволен собой, не любишь себя, всё начинаешь, что не получается, уже руки опустились, уже ты столько всего перепробовал и думаешь, нет, ну, наверное, просто у меня реально генетика, и мне суждено жить всю жизнь в таком теле. Вот, что бы ты сказала этим людям? Какое бы послание просто передала бы? Я была на месте этих людей, я вот сейчас, конечно, бы их разделила на те, кто принимает проблему, и те, кто не принимает проблему. Вот те, кто не принимает, конечно же, до них сложно застучаться. Пока жизнь вот этот волшебный пендель не преподнесёт, пока история преображения одного из кого-нибудь, там, моя, либо кого-то другого не щелкнёт вот там в голове, да, ну, ты меняться не начнёшь, это бесполезно. Вот что бы ни делали, какие бы примеры ни приводили, там, да, это бесполезно. А вот для тех, кто думает об этом и уже принимает эту проблему, нужно просто сделать этот шаг, довериться профессионалу худеть бесконтрольно. Ни в коем случае нельзя, я поняла. Я потеряла желчность из-за быстрого сброса веса, из-за вот моих этих 700 калорий. Мой организм всегда был в стрессе, сейчас, зная теорию, которую вот дают на курсе «Ешь, учись, худеешь», да, ты всё это прекрасно понимаешь, ты можешь найти ответ на любой свой вопрос. И тут главное довериться профессионалу. Вот для меня важна была вот эта поддержка единомышленников в чате, в марафоне, на курсе, да, которые поддерживают, которые не дают сорваться. И сейчас, когда ко мне обращаются за консультацией, да, вот, и я просто говорю, нужно идти к профессионалу. Если в плане цены, то взвесьте. Но я говорю одно, я тут недавно столкнулась с меню одного из диетологов, да, где фрукты, ну, средние, то есть, да, там нет точных цифр. И вот сейчас ты просто понимаешь, что дьявол кроется в мелочах, да, и когда видишь такое уже меню, да, то есть вот систему питания там выстроенную, ты понимаешь, что, ну, вот это вот всё неправильно. И я сейчас, конечно же, я очень много сама продолжаю, анализировала, когда искала диетолога. Но, если честно, тебя я случайно встретила, я не следила за тобой до вот этого эфира, я просто случайно подключилась к эфиру, да, и решила похвастаться, как я умею красиво и быстро разбрасывать по 10 килограмм за месяц. Вот, поэтому главное начинающим, вот, кто принял свою проблему, да, и кто хочет идти к цели, просто нужно сделать этот шаг, довериться профессионалу, вот, потом понять, твое это или не твое, твой человек, не твой, потому что это тоже важно, да, энергетически подходит тебе твой вот наставник или нет, там, да, вот, ты понимаешь, твой это или не твой человек, ты понимаешь вот эту систему питания, которую там тебе предстоит пройти, и всё, и начинаешь просто действовать, вот, и начинают, начинающим нужно просто начать себя спросить, а зачем тебе это нужно, вот, цели, поставить цель. Если эти цели будут чётко сформированы, вот, то тогда, ну, пути назад нет, только вперёд. И мой девиз по жизни – это нет ничего невозможного, вот, нет ничего невозможного. Но я очень жалею, что я в 33 года пришла к осознанию, вот, по здоровью, да, что мне нужно всё-таки худеть, да, вот, до этого я вроде как порхала со стульчиком, да, передвигаясь по республике, у меня было очень много командировок, вот, с нитроглицерином, которым сердце щемило, когда, там, пробежишь, там, до автобуса, там, какое-то расстояние, вот, то есть я сейчас просто даже оглядываться назад, боюсь, вот, просто нельзя запускать себя до такого состояния, до какого запустила себя я. И сейчас вот многие, а как я ограничу себя в сладостях, а как я вот это, а как я вот… Боже, да, тут у нас такие прекрасные блюда, такие рецепты, и я каждый раз делаю их, и я просто наслаждаюсь, получаю эстетическое удовольствие от этого разнообразия, от простоты их изготовления на самом деле. А сколько сейчас производителей бомбар, чикабар, вот сейчас реклама пошла, вот, наших там партнёров, это же просто бомба, это можно вот просто есть, не исключайте тех вот привычек, да, в плане сладкого. Всегда у меня в сумке есть батончик бомбар, либо чикабар, у меня всегда в холодильнике шоколадная паста, то есть я худею с настроением и в удовольствие, я ни в чём себе не отказала. И имея тоже смеси, там, панкейков, там, да, и я делаю те же десерты, и просто получаю от них удовольствие. Не нужно ничего отказываться, просто чуть-чуть поменять свои привычки, просто довериться диетологу, профессионалу и просто идти к своей цели. До Нового года осталось 5 месяцев вот с сегодняшнего дня, поэтому у меня в целях купить платье на размер меньше, как я в прошлом году купила на 2 размера меньше, я думала, что я сойду с ума от паники. Вот, поэтому села на свою любимую кето-диету, которая гарантирует вот такое уменьшение объёмов и результат такой вот, и я делала платье на 2 размера меньше. Сейчас моя цель купить платье на размер меньше и идти к своей цели. Вот, чего всем советую. Светит обязательно. Знаешь, ты сейчас вспомнила ещё кето-диету, вот скажу, что насколько классно, когда ты прошёл и знаешь базу, да, а базу мы проходим как раз на курсе «Евши через хобби», и потом эту базу можешь применять разные системы питания. Буквально вчера мне написала девочка, говорит, посадите меня на кето-диету. Я говорю, почему я на кето-диету? То, может быть, ей врач порекомендовал. Она говорит, просто хочу быстро похудеть. И я говорю, нет, ну однозначно нет, мы начнём по-любому с рационального питания, и когда вы будете уже знать всю базу, тогда уже можешь это применять. Вот круто, когда ты прошёл, когда ты столько всего знаешь, и потом ты понимаешь, допустим, диета «Дюкан» – это точно не система питания, это точно вред, это даже не подлежит никаким пробам. Кето-диета – исследованная система. Применять её вот так, вот так, вот так, вот столько-то, вот так выходить, так входить, потому что ты знаешь это. И я вчера говорила со своим партнёром по второму проекту с врачом-эндокринологом. Он говорит, Света, ты знаешь, сколько сейчас стоит обучение в школе нутрициологов? Я говорю, ну даже не представляю, я проходила просто много разных обучений. Он говорит, 90 тысяч рублей. Он говорит, а мы даём эти знания на курсе всего за 5. Говорит, реально люди получают, говорит, вот эти знания за 5. Говорит, вот это говорит, ну, просто говорит, мне кажется, твои даже ученицы этого не знают. Я говорю, ну реально так. Вот, поэтому на самом деле я точно скажу, что все абсолютно выпускники, это, ну, можно сказать, домашние нутрициологи. Ты, Светик, даже вот сколько сейчас мы говорим, да, ты сколько раз вернулась, да, к тому, как, что ты видишь, понимаешь, что такое правильный рацион, или он составлен просто каким-то шарлатаном, можно сказать, да, как ты умеешь вставить даже какой-то там протеиновые сладости в своё меню. Это реально, это очень крутое знание, которое применимо, ну, на всю жизнь. Вот. И моё послание просто тем, кто сейчас будет смотреть, не стремитесь похудеть быстро, не стремитесь похудеть любым путём. Это не тот марафон, в котором побеждают те, кто быстрее всех добежал. Это тот марафон, который ты дошёл, ты не добежал, а дошёл, и ты остался там на финише, а не откатился назад. Вот это как раз то. Это остаться там можно только, меняя своё сознание, меняя свои знания, меняя пищевые привычки, только тогда ты останешься там. То по-другому, к сожалению, это не возможно. Светик, люблю тебя просто безумно вообще. Знаешь, вот у нас с тобой прямо любовь, наверное, с первой консультации. С первого эфира, я бы сказала. Напугала меня до чёртиков просто. Я говорю, хотя, я говорю, это очень большая редкость. Очень большая редкость, достучаться в человека с огромным опытом похудения. Нет, если честно, вот мне стыдно. Я ведь, когда ела 700 калорий, я была звездой федеральных изданий, где я советовала читателям журнала «Похудей», и «Худеем правильно», значит, давала своё меню. Я надеюсь, что им никто не воспользовался. Ну, как говорится, век живи, век учись. Нормально. Изменение своего мнения – это нормально. Это нормально. Ты учишься, ты проходишь какие-то там жизненные моменты, опыт получаешь. Это абсолютно нормально. Я тоже год назад всем рекомендовала сахарозаменители, теперь говорю, нет, ни в коем случае. Потому что я тоже учусь. Знаешь, когда человек твердит одно и то же всю жизнь, мне кажется, что как будто он уже застоялся, знаешь, закостенел на этом месте, и он просто абсолютно не развивается. Поэтому изменение мнения в процессе обучения – это вполне нормально. Но я точно знаю, что сейчас ты никому такого не рекомендуешь. Более нет. У меня сейчас такой багаж. И вот, кстати, вот если вернуться опять же к системам питания, то есть, да, у меня сейчас, ну, я, конечно же, практически всё уже испробовала, да, вот, и каждый раз, даже, ну, повторный какой-то курс, он всё время идёт с какими-то изменениями, дополнениями с врачами, что круто и не может не радовать. Но вот я знаю точно, что для меня лето – это сайкл, отлично система питания заходит, когда очень много овощей, фруктов, да, ты можешь их есть в неограниченном количестве овощей именно. Вот, детоксы можно разгрузочку сделать там летом, да, потому что есть овощи и фрукты, вот. Вот, но сайкл для меня, вот я испробовала их в разное время года, ой, не сайкл, а кето, я испробовала в разное время года, и я поняла, что кето с интервальным голоданием хорошо очень зимой. Вот тогда тебе энергии хватает, и вот прямо, и вот день, наверное, свето день вот так вот удобно устроен, что ты можешь действительно на интервальном голодании быть и получить крутой результат. То есть, действительно, зная все системы питания, но не все, а многие системы питания, да, ты сейчас можешь просто их без ущерба для своего здоровья встроить в свой режим, вот, в свою цель и добиться такого результата, который ты себе запланировал еще в конце прошлого года. Третьяк, хочу тебе сказать большое спасибо. Я, знаешь, так вдохновляюсь, когда вот слушаю истории, хотя я знаю ваши истории, я читала уже, мы писали о них, но все равно вот в живую это очень, просто меня очень сильно вдохновляет, и я часто думаю о мотивации, потому что это моя тема, я когда думаю о мотивации, вообще просто слово мотивация у меня все равно ассоциируется с тобой. Вот, не знаю, потому что я, наверное, ну, мало видела настолько целеустремленных людей, как ты. Хочется тебе пожелать обязательно достичь цели 70, и мы повторим еще раз интервью 70 килограмм, скажем, посмотрите интервью вот это предыдущее, а тут уже цель достигнута. Вот, 70 килограмм обязательно будет, у тебя, слушай, уже минус 70, и осталось 10 вообще, мне кажется, просто пыль по сравнению с тем, что уже пройдено. Вот, и, конечно, хочется пожелать тебе, пусть все твои желания и все твои цели абсолютно исполняются. Очень тебя люблю, ты вдохновляешь, правда, твоя миссия — это вдохновлять людей на изменения, и ты вдохновляешь, ну, даже тех, кого ты не знаешь. Я это говорю, потому что перед тобой два дня назад у нас было интервью, и не знаю просто, какое первое выйдет, и где эта Юля сказала, что было новогоднее поздравление, мы теперь сделали это каждый год, перед Новым годом мы будем обязательно подводить итоги, поздравлять, ну, хочется всех, конечно, поздравить, ну, выделить там 10 человек, и ты была как раз гостем, и мы поздравляли тебя с самым крутым результатом года. Она говорит, я посмотрела и поняла, я должна быть на ее месте в следующем году. И она мне сразу написала, Света, я хочу быть там же, на эфире, и тоже говорит, что я спросила много, и сейчас у этой женщины минус 38 килограмм за 11 месяцев. Ты представляешь, Свет, а она, посмотрев на тебя, она так сильно вдохновилась. Ну, я говорю, мы даже не представляем, насколько с людьми влияем. Это не только кабинет, или город, или улица, это реально, это страна, это мир. Вот, и это очень спасибо большое, что ты есть, и за то, что ты своим примером действительно спасаешь людей. Это правда, это правда. Спасибо тебе. Я очень рада, что ты есть в жизни многих-многих женщин, мужчин. Спасибо тебе за то, что ты делаешь, за твой профессионализм, за чуткость, доброту. И я не знаю, если бы не было тебя. Если бы не было тебя. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо.